Здравствуйте, я Суворова Елизавета Ивеста Анастасия и представляем вашему вниманию доклад на тему «Изменчивость телосложения личности юноши и девушек», выполненный под руководством профессора доктора медицинских наук Александра Анатольевича Зайченко. Данный доклад является продолжением работы, результаты которой были представлены на прошлой итоговой студенческой конференции Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского и конференции по конституциональной анатомии в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова на здраво России. В настоящем докладе представлены новые данные по половому деморфизму телосложения и особенностям личности юноши и девушек. Начало современного этапа изучения связи частной телесной конституции, то есть телосложения с частной психодинамической конституцией, положили исследования немецкого психиатра Эрнста Кречмера и американского психолога-энтроболга Уильяма Герберта Шелдена. Именно благодаря этим исследованиям возникла конституциональная психология. Результаты исследования связи особенностей личности и телосложения противоречивы. Попытки воспроизвести результаты Кречмера показали, что большинство людей нельзя отнести к ранним типам. Связи между типом телосложения и особенностями эмоционального реагирования не достигли уровня достоверности. Коррелиционный анализ психомоторных познавательных личностных свойств и конституциональных особенностей не позволяет однозначно признать или отвергнуть представление психологических характеристиков, самототипов, которым пришли Кречмер и Шелден. Целью данной работы является выявление особенностей телосложения личности юноши и девушек-студентов СГМУ им. Разумовского. Нами были исследованы 31 юноша и 53 девушки-студенты СГМУ им. Разумовского. Возрастные различия между группами не достигают уровня статистической значимости. Нами были произведены измерения размеров тела. Они представлены на слайде. Кроме того, были рассчитаны антропометрические индексы, которые также представлены на слайде. Для диагностики типа акцентации личности нами был использован опросник Леангарда. Для экспресс-оценки психической адаптации личности нами был использован опросник Минимуль. Кроме того, была проведена диагностика компонентов темперамента по Шелдену. Для диагностики агрессивных и враждебных реакций человека мы использовали личность на опросник агрессии Басса Перри. Обработку первичных данных с помощью программы «Статистика-8», где проводили проверку нормальности распределения признаков и в случае соответствия распределения гауссовой кривой рассчитывали средние арифметические ошибки исследованных параметров, проводили оценку статистической достоверности результатов с помощью критерия студента и уровня значимости. Для характеристики индивидуальной изменчивости рассчитывали коэффициент вариации. Результаты проведенной нами работы по выявлению изменчивости телосложения у юноши и девушек следующие. Тотальные размеры преобладают у юноши на самом высоком уровне статистической значимости. Обнаруженные половые различия длины тела несколько превышают обычные для большинства популяции 9-12 см. Индивидуальная изменчивость тотальных размеров выше, кроме длины тела, в группе юноши. Площадь поверхности тела на самом высоком уровне безошибочного суждения выше и более изменчив у юноши. Индекс массы тела также преобладает и более изменчив у юноши. Показатель плотности и массивности тела, отношение массы тела к его длине и обхвату груди статистически достоверно выше у юноши. Индекс пенье практически вдвое выше в группе девушек, отражая их высокую электросамию в сравнении с эурисамию юношей. Индекс пенье обладает максимальной индивидуальной изменчивостью среди всех исследованных антропометрических параметров, и у юношей он втрое более изменчив, чем у девушек. Окружность талии статистически достоверно выше у юношей. Индивидуальная изменчивость окружности талии лишь незначительно выше у юношей, а варьирование окружности бедер более чем вдвое превышает индивидуальные вариации этого параметра девушек. Индекс талии пьетер достоверно выше у юношей. Изменчивость этого параметра варьирует в типичных рамках для мужчин и женщин, будучи втрое более изменчивым у юношей. Результаты исследования по опросу Галина Гарда получились следующие. Этимативность выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам свойственная чрезмерная иронимость, они глубоко переживают малейшие неприятности, излишне чувствительные к замечаниям. Экзальтированность выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам в большей степени свойственна высокая контактность, славоохотливость, влюбчивость. В конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и пассивной стороной. Тревожность выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам, в отличие от юношек, характерны пониженные фон настроения, опасения за себя, близких, хробысть, неуверенность в себе, крайняя нерешительность. Демонстративность также выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам в большей степени свойственна легкость в усыновлении контактов, стремление к лидерству, жажду похвалы и власти. Индивидуальная изменчивость акцентации, эмотивность и экзальтированность у юношей и девушек отличается незначительно и может рассматриваться как значительное. Индивидуальная изменчивость акцентации, тревожности и демонстративность у юношей и девушек отличается значительно и может рассматриваться как значительное. Результаты по опроснику минимульт вышли следующие. Ипохондрия выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам в большей степени, чем юношам, свойственна медлительность, пассивность, безинициативность, они склонны принимать все на веру с покорным отношением к власти. Психостения выше у девушек, чем у юношей, то есть основной характерной чертой девушек является конституциональная предрасположенность к возникновению тревожных реакций. Шизоидность выше у девушек, чем у юношей, то есть девушкам в большей степени свойственна сочетание повышенной чувствительности с эмоциональной холодностью и отчужденностью в бежличностных отношениях. Индивидуальная измечивость в свойствах личности, ипохондрия, психостения и шизоидность как у юношей, так и у девушек может рассматриваться как значительная. Результаты диагностики компонентов темперамента по Шелдену вышли следующие. Самототония выше у юноши, чем у девушек, то есть юношам в большей степени, чем девушкам, свойственна любовь к физической активности, риску и приключениям, предприимчивость и настойчивость, храбрость и агрессивность. Самототония также выше у юноши, чем у девушек, То есть юношам в большей степени свойственны необщительность, скрытность и застенчивость, интенсивная мыслительная деятельность, склонность к рефлексии. Индивидуальная измечивость компонентов темперамента соматотонии и церебротонии у юношей может рассматриваться как средняя, у девушек – как значительная. Результаты по личностному опроснику агрессии Баса Перри получились следующие. Из четырех показателей агрессивных и враждебных реакций человека лишь показатель физической агрессии на самом высоком уровне статистической значимости преобладает у юношей. То есть юноши в большей степени, чем девушки, прибегают к использованию физической силы против другого лица. Индивидуальная измечивость показателей физической агрессии у юношей и у девушек отличается незначительно и может рассматриваться как значительная. Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы. Индивидуальная измечивость антропометрических параметров выше у юношей по сравнению с девушками. Отмечена относительно высокая лепта самих девушек в сравнении с эурисами и юношей. Индекс талии бедра достоверно выше у юношей, главным образом за счет отложения андроидного жира в области живота. У девушек по сравнению с юношами более выражены такие акцентуации, как эмотивность, тревожность, демонстративность и экзонтированность, свойства личности ипохондрия, психостыния, шизоидность. У юношей по сравнению с девушками более выражены такие компоненты темперамента, как самототония, церебротония, а также показатель физической агрессии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...